всем привет 16 января немножко собралась я в кучу чтобы начать видео сегодня утром где-то примерно пол седьмого утра позвонил папулька и когда он звонил я сразу подумала что что-то с мамой но когда я взяла трубку я поняла что он себя плохо чувствует потому что он очень плохо говорил я уже потом поняла что это было от боли и единственное что я поняла что я должна срочно бежать к ним потому что скоро не может к ним попасть я говорю да да сейчас прибегу схватываясь кровати мы еще лежали мы еще спали схватываясь думаю быстрее чего одеть расчесаться хоть немножко и бегом бегом бежать потому что это надо было делать прям молниеносно и я видимо пока с ним поговорила я не отключила не сбросила звонок и он тоже этого не сделал и я думала как то то ли он не опять позвонил то ли телефон сам сработал я слышу голоса я подношу телефон к уху говорю да папа сейчас сейчас я уже бегу я уже собираюсь и я слышу что разговаривают уже врачи скорой и папа одновременно говорит и с врачами и говорит маме позвони лени чтобы она не шла позвони лени я говорю да я слышу скоро у вас все потом перезванивает мама говорит что скоро я у них и перезвоню говорит позже вот минут через 20 она перезвонила сказала что скоро уехала почему-то она не смогла открыть домофон через эту трубку и пришлось ей пришлось спускаться вниз хорошо что мама могла в этот день встать у нее бывают такие дни что она не может встать и утром это вообще для него катастрофа подняться с кровати и может быть вот этот предала силы что она испугалась за папу но она каким-то образом спустилась открыла внизу еще суббота суббота людей нету так бы люди ходили скорая бы с людьми зашла вот что не едешь то вот открыла значит внизу запустила скорую и ой что сказали врачи во первых у папы сильнейшая просто сильнейшая боль в области печени так было больно что он аж кричал от боли не мог не сесть ничего просто вот такая резкая сильнейшая боль и врачи сказали что у него увеличена печень нужно обследование они вызовут сегодня терапевта терапевт назначит обследование вроде папе немного полегче но я сказала чтобы мама звонила держала меня в курсе надо прибегу прилечу все что надо сделаю почитала я про это увеличение печени вообще про печень ну я не знаю печень ли это не печень но они прощупали именно увеличение печени а что именно дало такую сильнейшую боль ну естественно сразу не понять и нужно обследование но боль была ужасная сильная вот так что не знаю вот просто говорю информацию которая есть на сегодняшний момент на сегодняшний день невероятно жалко папу просто голос он еле разговаривал я представляю как ему было больно вот сейчас пока еду на работу после работы планировала к наташи заехать но теперь уже не знаю как получится надо будет отменю встречу поеду к маме с папой может быть продукты может что-то приготовить это же все так неожиданно но раз и все и вот но мама сказала что боли его беспокоили но постоянно какие-то боли внутри беспокоит у нее уже рак кишечника ему удаляли часть кишечника уже об этом говорила это было на на года лет пять или шесть назад я уже не помню у него тогда не с того ни с чего но он попал с болями и тут же в больнице обнаружили рак вот это вот кишечника удалили все удалили часть кишечника вместе со всеми вот этими метастазами не метастазами короче удалили все хорошо дальше он не раз полся этот рак и папа каждые полгода обследуются он да кстати когда у него вот это вот было рак кишечника тут же буквально там через день после операции я не помню прям молниеносно тут же у него случился инфаркт и я тоже ночью спала и он пишет мне сообщение я в реанимации у меня инфаркт и он каким-то образом протащил в реанимацию мобильный телефон потому что туда вообще берут без одежды протащил мобильный телефон и при помощи этого мобильного телефона мы с ним общались вот потом что что хотела сказать мне мысли путаются а почиталась я и про эту печень про лучше не читать вот честно потому что столько всего на читаешь все время думаешь о плохом я не говорю даже про папу вообще про любого человека вот что-то заболеет чуть ли не прыщик выскочит начитая себе какую-нибудь такую ерунду что мама не горюй ну начитала начитала конечно все равно сидела полутра читала кстати сегодня меня очень удивил сосед который когда-то пинал мою машину по колесам когда мы только переехали я заняла его место так вот я вышла к машине моя машина уже прогревалась он свою уже чистил и когда он перешел чистить на мою сторону где я тоже чистила он поздоровался я конечно же ответила тем же он сказал здравствуйте я ответила доброе утро то есть человек все-таки умеет себя культурные прилично вести но до этого сколько раз я с ним так мельком встречалась ну просто мы так близко не находились чтобы я машину чистила и вон дороги что ли посыпают и стекло замерзла и короче говоря вот так вот поздоровался все человек значит кулюторные уметь себя вести прилично плюс ему как говорят там в карму до в копилку куда-нибудь ему плюс гляньте чё со стеклом это вот я никак ничего не исправлю видите дворники ничего не помогает ленинград кучи стят хорошо молодцы ночью шел снег поэтому так а тут мне никак не объехать что ли объеду сижу на работе работать совсем не не работается мысли в голове путаются цифры в голове крутится не могу ничего начать делать час немножко посижу соберусь до кучи сконцентрируюсь и начну делать свою привычную работу а пока зашла почитать подвечать на комментарии и хочу сказать настолько есть люди с юмором но я допустим пишу в комментариях что нибудь на своих каналах которые смотрю ну я не могу так юморить у меня наверное не получается вот здесь же тут же алену с воронежа про этикетки на зеленку который мне положили в коробку на озоне пишет просто на зоне подумали что ты в контейнеры будет зеленку наливать ну и отвечаю предусмотрительно однако вот моя людмилочка савина тоже такая юмористка например чтобы наверняка похудеть это нужна диета от фили еда через день вот ну с юмором же скажите да о опять же люда я еще не дочитала здесь еще ничего не отвечала давайте кормить голубей краской сделаем город ярче но это вот позитивчик на позитивчике ой танюшка сколько мне понаписала ладно пока поотвечаю потом буду работать я же ведь не вытерпела сидела сидела позвонила маме разбудила маму мама конечно же не спала до этого и учета себя неважно чувствовала ближайшие дни круче говоря мама уснула папе стало полегче мама уснула разбудила маму вот спросила как дела у пап она сказала полегче от когда засыпала папе стало полегче и тут так смешно как тогда выразилась я не помню дословно о вот он нарисовался короче говоря что-то такое да сказала спросу не мама вечно как своим бы скажет так хоть стой хоть по хоть падай вот в этот момент когда мама разговаривала со мной по телефону видимо папа услышал зашел в комнату взял у мамы трубку поговорил со мной сказал что все ему сейчас полегче делали уколы обезболивающие боль ушла будет выполнять те указания которые скажет терапевт ну то есть надо будет проходить обследование у меня камень с души немножко упал немножко не до конца все равно в каком-то таком склокоченном стревоженном состоянии но надо работать чем и пытаюсь заняться зашла до ответить на недоотвеченные комментарии и уже тут немножко осталось я ответила про лайкала я даже если что-то не отвечаю если я прочитала я ставлю сердечко люди знают что я прочитала и татьяна александровна сибирячка просит лена пожалуйста озвучьте имена папы и мамы я буду молиться за здравие папочка у меня валерий ну валерий валерий григорьевич вообще-то он у меня но в записочках подают имена только начал папа валерий мама у меня светлана серафимовна света вот но по церковному в записках пишется как фатинья вот я даже напечатала их имена чтобы было видно как правильно писать но валерий понятно как писать а фатинья пишется именно так как вот здесь написано фатинья и спасибо огромное всем кто молится кто подает записочки я тоже за некоторых подписчиков подаю записки не за всех конечно я не могу запомнить все имена но когда это церковь подаю за здравие несколько человек всегда по-разному иногда эти же самые повторяются но несколько человек я всегда добавляю свои записочки все лена отработала больше не созванивалась с родителями не буду беспокоить может отдыхают позвоню знаю как дела вечера коля мне звонил несколько раз просто по всякой ерунде он видимо послушать мой голос как я себя чувствую потому что я ушла из дома ужасно расстроена вот и он видимо проводил разведку элементарные такие вещи то где у нас нитки стоят то можно ли есть бульон который на плите ну почему ж нельзя потом он спрашивал если у нас сушеный укроп ну конечно нету мы же в воронеже не сушили этот укроп лотками и не везла же я его прям целых две такие огромные баклахи притащили с ворони с воронежа коля прекрасно это знает что у нас есть сушеный укроп он просто звонил услышать мой голос и почувствовать мое состояние тревога меня конечно отпустила но все равно какое-то внутреннее вот такое беспокойство есть поэтому все еду пока к наташа но там дальше будет видно вы наверное зададите вопрос зачем коле сушеный укроп это не просто так ему какой-то рыбак сказал что если замариновать селедку с укропом то на эту приманку замечательно клюет налим и коль решил это дело испытать попробовать поэтому будет вареновать селедку наверное лишь понедельник или во вторник у него выходные поедет на рыбалку я же говорю коля проверяет мое состояние потому что опять сейчас позвонил на работе звонит спрашивает лена это я уже подъехала к наташи во двор лена говорит а сколько вы платили парк львов тайган сколько стоил билет я говорю ну может тысячу может полторы я не помню а зачем тебе так вот мы просто вот смотрим тут передачу и тут льва одного разорвали ну короче да поняли логику смотрит передачу решил что можно лену о чем-то спросить и сразу у него наклюнулась мысль и сразу не перезвонил что-то так разговариваю немножко мне кажется приторможено но это наверное от внутреннего состояния еще зависит поздоровайся с подписчиками я уже давно не видели привет я у наташа покушала супчику и тут брат привез дуняшку посмотрите какие вы вот дуняшка приехала на английский какая красивая посолю тебя не было это кофты или ты не одевала нет я еще не купила ее малышей ты сама купила нет с мамой рассказываю покупки шапка новая неужели шапка неужели много носков вот эта кофта вот это графический планшет не знаю а что с ним надо делать что с ним надо делать так супа уже нет особо уже нет ты не захватила рела приготовить вот как с тобой дорогой дружицу сказала сделать я сделала она забыла давить она уже не хочет дружба занимается до поезд так наконец-то купили тебе шапку да я не такие шапки то словом когда те новую шапку купят я буду ходить посмотри на тут там на где все старые шапки приехала нормально да мама пакете была где ты с воли в своем до приехала а что вот с этим дуне делают ну получается вот так вот его но потом вот эти шарики просто проводим на этом это как на магните и можно рисовать можно все что угодно рисовать прикольно ладно дуняшка сейчас я на кофе поплю да поеду вам не буду мешать дняхо дуняхо тебе приветствие передает подписчики спрашивают как у тебя дела я сама ее не видела я сама ее не видела это мелкую козявку все уже еду домой сейчас заскочу в магазин и больше никуда сегодня не поеду дуняшка осталась заниматься английским я покушала у наташи вкуснейший вот обычный куриный супчик обычный вот такой вкусный вообще обалденный супец поела оказывается доела я его весь предлагаю дуняшки наташа это больше еду вот ну ничего не давно то что всегда есть она приготовила ей лапсу по заказу я думаю дуня позанимается и покушает такая худенькая я не могу с нее вот и чего хотела сказать да еду с небольшими подарочками дома покажу наташа на новый год уезжала в краснодарский край потому как нечего делать тут в мурманске на новогодние каникулы вот хотя бы немножко побывала там где нет полярная ночь и самый вот этот конец полярная ночь это ужасно он уже вернее он уже она уже так надоедает что прямо поперюк горло стоит и молодец наташа что выехала молодец что так там машина отдохнула немножко расслабилась и и что и что хотела сказать учита мысли теряем все теряю петча раскоряка тут а это эвакуатор эвакуатор раскорякатор о о как я придумала что ты да пролезаем все тут все пролезаем место до хохота ну чё ты боишься езжай но девушка женщина не чувствует габарит габаритов своей машины между прочим когда так я дома вчера была полная миска печенье коля вечером клевал коля видно утром клевал я думала мне хватит надолго нифига но такое ну вкусная колю понимаю я на работу взяла тоже 5 или 6 штучек и две штучки я съела вот потом я смотрю он приложился к меду стоит мед наверно неделю он по ложечке ест а тут прям так активно раз раз и съел молодец мед надо есть у меня уже подсох лицу катики сейчас переложу их на блюдечко и будем смотреть подарочки мы не будем смотреть подарочки потому что снова звенит коля уже супер раз наверно ну ничего я звонила себя ну пока звонила еще утром боли ушли вот теперь надо на направление к терапевту надо обследовать чину от откуда более таки сильные что нас кричал вот он ну как бы надо обследоваться потом уже дальше думать что делать вот таки эту приехала к наташа заходила на чай на кофе на нее подарочки нас краснодарский край ездила отдыхать на ну чай не привезла дуняшку я видела мишка привез ей на английские на занятия там она вот худая длинная такая вот так что так вот выросла в новом году не говори к вот сколько коли мне звонил и вот первый раз он спросил что с отцом она она боялся или меня спросить или боялся что я начну опять расстраиваться но прошло время все он все-таки задал этот вопрос я ему объяснила кстати вот хотела еще показать какая экономная насчет шоколадок вот лариса мне дарила шоколадку и уже сколько дней прошло и у меня сколько осталось то есть в день я ем по кубику иногда по два с чайком или с кофейком но я чаще всего чай пью поэтому вот шоколадочка у меня на целую неделю вот и вот такой вот чай наташа мне краснодарский черный чай шиповником и чай и витаминка все два в одном привезла такой вот чайковский кстати сейчас я его и заварю наташа кофе попил ходу мы чай попью потом она забыла мне отдать это лежала у нее в холодильнике это к новому году она готовила этот подарочек прям жалко и кушать это шоколадные гляньте какие ложечки черный по моему шоколад и какой-то светлый но и светло молочный наверно а да вот молочный черный шоколад внизу есть написано вот такая прелесть прямо тот на самом деле пусть лежит не знаю съем как будет плохое настроение возьму и съем чтобы настроение поднять потом коля мне вчера купил четыре пары носочков написано было термо носки но они тоненькие я сегодня в одних ходила и вчера я в них ходила дома наташа мне привезла вот такие вот теплющие они толстые то есть колена можно на более такую теплую погоду а вот эти вот прям на холодную погоду и на работе в них сидеть отлично будет вот такие вот носки это кто тут як бык кабан гляньте какой носки теплючие но ос вискоз резин не лэк но это что-то не по-русски вот класс класс завтра одену теплые носочки и вот такую штуку свободное дыхание карандаш ингалятор сочный виноград оба даже виноград если думала все время только мята классно с моей носопырка я постоянно что-то свой успеха и даже когда я не болею у меня всегда проблемы с дыханием поэтому вот эта штука нам не или на не больные дни даже туда написано кстати эфирные масла которые способствуют оздоровительно профилактическом воздействию дыхательной пути то есть как бы можно это и без болезни все это применять сейчас я мухну все я уже на мухалась так классно пахнет виноград вместе с мятой очень здорово и прочитала как использовать и еще что он делает этот карандашик если кому-то у кого-то вернее проблемы будете знать на всякий случай может быть когда-то попадется повышает сопротивляемость организма к простудам и вирусам ну устраняет заложенность течение износа облегчает общее состояние восстанавливает слизистые нормализует дыхание снимает головную боль головокружения устраняет тошноту аромат спелого винограда подарит улыбку успокоить и поможет сконцентрироваться запах классный штучка классная спасибо большое наташа мне очень нравится и все вообще нравится что ставлю чайник буду пить чай пока чайник закипает кормлю филечку филя передавай дедушке любимому привет скажи дедушка поправляйся не болей как там говорят у волка боли у медведя боли у дедушки не боли но если вот по-честному ни у кого не боли ни у волка ни у медведя у камня боли камни ничего не чувствует у него пускай болит а звери и люди пускай будут здоровы до передавать дедушке привет скажи дедушка здоровья тебе и бабушка здоровья тебе не болейте мы переживаем мы скучаем мы очень за вас волнуемся на филечка подойди поближе подойди сейчас опять начнешь кусать миску но вот это салатик с горшочка его любят все кстати салатик и улитки и черепашка и свинки выручалочка только почему-то у меня он по второму разу не растет у лица ства небесная с работы ставила стаканчик у нее роз дальше бухгалтер ольга лиса на по этому тоже говорил что стаканчики на обрезать потом ставят стаканчик и растет у нее дальше потом лорик тоже ставить стаканчик у него растет дальше лена ставить стаканчик уже миллион раз и у лены ничего дальше не растет почему я не знаю фильм ты не знаешь причину чё за дела такие ахты кошкой чай вкусненький понравился Немножко отложила, оставила дома, остальное заберу на работу, потому что чай на работе я пью чаще, надо, чтобы был и дома, и на работе тоже. Поговорила с папой, мне полностью отлегло от сердца, всё в порядке, голос весёленький, я очень рада, чувствует себя хорошо. Коля у меня до 22 часов на работе, я сегодня хочу просто сесть, помонтировать, поперебирать карты памяти, посмотреть, что удалить. Я уже этим вчера занималась, сегодня хочу позаниматься, посмотреть, может быть, какие-то видео вам покажу, буду вставлять, повыбираю себе то, что вы не видели из прошлых моих съёмок. И на сегодня я хочу попрощаться, всем пока, всех люблю, всем здоровья, крепкого-прикрепкого, не болейте. Целую крепко, ваша Репка.